Слава Украине! Привет всем от Полонского. Ребята, российская делегация во главе с диктатором Путиным прибыла в Пекин. Что интересно, что Путин везет с собой, повез с собой, ну практически в полном составе все правительство, и там они все приехали. Знаете, как вот это в свое время в Золотую Орду ездили московицкие князья за ярлыком на княжение, ну это просто колоссальное унижение России, когда, значит, приехал, мало того, что верховный этот Пойло приехал, так еще и все правительство, а встречала их какая-то там третисортная чиновница из КПК, ну короче говоря, позорище было еще то. Но вы знаете, надо сказать, да, переговоры там какие-то ведутся, подписали бумажку ни о чем, такое, типа Будапештского меморандума, но я хотел рассказать даже не об этом. Значит, дело в том, что, ну понятно, что пока что российская делегация вот этим огромным составом, которая поехала в Пекин, ничего там не достигла, может быть достигнет чего-то на своем, на более низком уровне, на котором им предстоит общаться Путину и все его шайки, это уже с главами китайских провинций, на уровне которых они и находятся, то есть это второе унижение, но не до конца. Дело в том, что не все так унизительно оказалось, как вот я вам сейчас все расписываю. И членам российской делегации в Китае вручили золотые, серебряные и, прости меня, господи, голубые значки. Это абсолютно замечательно, понимаете, это знак абсолютного уважения, конечно. Единственное, у меня тут есть два вопроса. Кому и почему вручали голубые значки? Володин, я не про тебя, если что, да? Не знаю, где же ты поехал или нет. И второй, самый главный вопрос, вручали ли российской делегации бусы. Субтитры создавал DimaTorzok